И давайте перейдем уже к актуальным и чуть более углубленным обсуждениям каких-то тем и направлений. Например, первый частный космический корабль, запущен в Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал в США. Там, естественно, есть прямая трансляция на сайте НАСА, все очень красиво. Естественно, это не может не интриговать дико совершенно. Частный, частный. Представляете себе? Мы сейчас побеседуем... А, я думал, ты нам в монологии хочешь рассказать про это. Нет, ну что, частный космический туризм. Безумный. Офигенная тема же. Я уже начал копить. Да, вот. Ты будешь долго копить. А мы сейчас побеседуем с человеком. Это редактор журнала «Новости космонавтики». Зовут его Игорь Борисович Афанасьев. А потом, и тут уже, я думаю, наших зрителей ждет сюрприз, наш редактор пообещал нам установить, внимание, прямой скайп-контакт с одним из космических туристов, который сейчас находится на орбите в одной из, так он сказал, на одной из космических станций околоземных. Итак, сейчас приветствуем Игоря Борисовича Афанасьева. Потом, потом, Ксения. Видите, мы про космос, а что если про автоваз? Потом. При слове «космос» всегда возникает ассоциация «автоваз». Прошу вас. Проходите. Здравствуйте. Так. Игорь Борисович, а сколько, к слову, вот у нас вот этот наш редактор новенький, только начинает работать, сколько сейчас космических туристов болтается на орбите? Ни одного. Ни одного, да? А было их? Их же тоже на пальцах одной руки можно, да? Ну, побольше, но тем не менее, меньше десятка. Меньше десятка, да? Но с одним из них каким-то образом мы свяжемся в конце. Ладно, 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 бог тебе судья. Кого-то забыли. Уже мне это не нравится, да. Скажите, это перспективная отрасль или направление космонавтики? Вот такая вот частная, туристическая. Ну, тут надо делить. Я думаю, что частная – это частная, туризм – это немножко другое. Я думаю, что очень перспективная, но и потом… Стоп, а нет, давайте тогда поделим. А частная, туристическая – это не, так сказать, одно из другого не вытекает? Это просто некая часть частной космонавтики. То есть бывает частная космонавтика и вовсе не туристическая, а вполне всенаучная. Конечно, да, да. То, что вот мы сейчас видим, это как раз не связано с туризмом никаким образом. Запуск Дрэгона. Да. А он с какой целью? Ну, как вы знаете, американцы вывели из эксплуатации свои космические шаттлы. Из-за того, что уже просто программа закончилась. Но полеты на Международную космическую станцию продолжаются. И вот они должны снабжать свой сегмент американский. Ну, и для этого делается такая частная инициатива, точнее, инициатива, поддержанная государством. Но, тем не менее, снабжением станции должны заниматься частники. Какая выгода у частников? Ну, как, это достаточно большие деньги. Ну, а у государства выгода такая, что частные корабли, разработанные при некотором участии государства, все равно получаются дешевле, чем шаттлы. Слушайте, а получается, что технологии дошли уже до такого, и вообще развития науки и техники, а главное, что должны они науки, а вот, как бы сказать, именно технологии, именно, так сказать, использование науки, воплощение ее в конкретные, там, не знаю, изобретения, и штуковины железные, дошло до такого, что частная компания, не знаю, частная лаборатория может себе позволить разработать, спроектировать, изготовить и запустить некую структуру, которая будет на околоземной орбите заниматься какими-то вполне себе полезными научными изысканиями, так? Ну, не надо забывать, что реальной частной космонавтики гораздо больше, чем вот не год. В каком смысле? Что есть реальной частной? Ну, по большому счету, все фирмы американские, которые занимаются космосом, они же государству не принадлежат. А НАСА? НАСА – это организация, которая курирует всю программу, которая раздает, грубо говоря, деньги. А делают это фирмы Lockheed Martin, Boeing. То есть НАСА-заказчик, а все подрядчики, они как бы частные? Ну, они как бы были частные. Ну, вот нынешняя фирма SpaceX, которая запустила сегодня Dragon, она отличается от всех остальных в том, что, во-первых, она небольшая, сравнительно недавно созданная, инновационная фирма. Сейчас в ней порядка двух тысяч человек работает. Это начиналось, она 10 лет назад, там, с маленькой организации, 150-200 человек, была создана фирмой Элона Маска. Точнее, была создана Элоном Маском. Ну, вы, наверное, знаете, это создатель фирмы... Честно говоря, нет, извините, неотесанность нашу. Насколько денег они потратили на запуск на производство этого грузового корабля? Ну, в общей сложности они уже запускают седьмую ракету свою. Первые четыре были маленькие, легкие. Вот сейчас после этого было три больших, и одна из них, вот из этих ракет, несла корабль Dragon, который, я надеюсь, в четверг и в пятницу состыкуется с Международной космической станцией. В общей сложности они потратили порядка миллиарда долларов. Ну, а что выгоднее, грузоперевозки на МКС в космос или пассажироперевозки? Зачем будущее? Так, вопрос не ставится. И пассажироперевозки, и грузоперевозки – это часть общего. Да нет, на самом деле, на самом деле, нам какой аспект там интересен. Когда действительно реально, по-настоящему, вот в русском смысле этого слова, маленькая фирма, типа вот нашего небольшого, нашей небольшой концессии... Да, ИП, сможет запускать, на самом деле, реально же интересно именно это. Когда технологии становятся настолько доступными, то мы сможем, так сказать, в амбаре на даче изготовить штуку, сесть, застегнуться и полететь. Вот что интересно. Поэтому я предлагаю сюда перевести разговор на, так сказать, на перспективу космического туризма, на то, сколько это сейчас стоит, и когда подешевеет, черт возьми. Ну, стоит безумно дорого, конечно. Конечно. Вот доставка туристов начиналась с 20 миллионов долларов. 20 миллионов, я помню. А сейчас уже, ну, я так предполагаю, где-то 50-70. Ну, никто конкретно сумму не говорит. Стоп. А сейчас 50-70? Я перестаю копить. Стало дороже, чем начиналось. Цены растут. Цены должны фонизаться. Цены растут быстрее, чем развитие идет? Нет. Расходы растут на космос. Ничего не понимается. Зарастет зарплата сотрудников. Игорь Борисович. Если говорить про нашу отрасль. Я ничего не понимаю. Возили туристов мы. Это противоречит любому всем экономическим законам. То есть, либо космический туризм развивается по неэкономическим законам, вот, либо у меня какое-то ущербное представление об экономике. Потому что с количеством, условно говоря, более с доступностью этих технологий, их использование должно естественным образом дешеветь. Правильно? Да. Поэтому, так сказать, не знаю, радиоприемник сейчас в любой семье, а раньше на них надо было копить годами. Давайте немножко вернемся. Когда начались туристические полеты в космос, порядка 10 лет назад, соответственно, вспомните, сколько в Москве стоила квартира. Она стоила дороже, чем сейчас, или дешевле? Дешевле. Это недвижимость, это вложение. Нет, подождите. А зарплаты были больше, чем сейчас, или меньше? Ну, хотя у кого как, конечно. Ну, это понятно. Ну, по-моему, космическая отрасль, она вообще развивается отдельно от экономических законов, от экономики, это затратная отрасль изначально, и все делается только ради науки и ради престижа страны. Ну, не ради науки, скажите, какие предложения на рынке частной космонавтики, я понять не могу. Вот спутники, ладно, какие-нибудь спутники запустить, может быть, предложение. На МКС товар свозить, туризм. Товар свозить. Ты говоришь, как какой-то колумбийский барон. В общем, туризм тоже часть космонавтики, но она для элиты, для тех, кто способен заплатить эти деньги. Ну, и потом, вначале это было как очень престижно, потому что быть первым туристом на орбите и заплатить за это 20 миллионов долларов, это нормально было. Вторым уже как-то, ну, вторым, там, попасть, сейчас попасть в первую десятку. Но при этом цены растут. Что делать? Ну, к сожалению, космонавтов возят очень дорогие корабли, созданные государством, оплаченные. Большая ракета, она летает всего один раз. А сколько туристов можно взять за один партнер? Сейчас на корабле «Союз» он трехместный. Значит, один человек – это командир экипажа и два туриста. Вот «Дрэгон» делается семиместный. То есть, если все будет хорошо, то теоретически он сможет возить, ну, грубо говоря, 5-6 человек за один раз. Ну, а кроме больших денег, надо же еще иметь идеальное здоровье и определенную физическую форму, чтобы пройти все подготовительные этапы. Да, это есть, это есть, невозможно. Не пустят. Ну, сейчас уже, конечно, требования к космонавтам пониже стали, чем, допустим, 40-50 лет назад. Но, тем не менее, в общем, здоровье должно быть чуть выше среднего. Я слышала, что там нужно в Черном море проплавать какое-то время, день или сутки. И еще зимой при 20-градусных морозах провести несколько дней в лесу. Ну, там имитируют посадку на море для того, чтобы показать, чтобы человека не укачало, грубо говоря, и чтобы он проявил какие-то навыки там выживания. Но для подготовки даже туристов используется весь потенциал нашего центра подготовки. Там есть инструкторы, которые и на выживание работают с ними, с космонавтами. Ну, а чем они на борту МКС занимаются, туристы? Не прохлаждаются же они? Летают. Теоретически, нынешние, те туристы, которые были, они вели какую-то собственную научную программу, но она была достаточно условной. То есть, что-то они там делали, фотографировали Землю в основном. Фотографировались на айфон с мухами, даже с графилами. Да, ощущали, как они себя чувствуют. Смотрели на Землю, в общем-то. Все-таки используют этих туристов-космонавтов потом для того, чтобы они рассказывали детям о том, как они провели свое лето в космосе. Так оно и было. Вот посмотрите, пожалуйста, Игорь Борисович, я пытаюсь продумать и представить себе самые популярные туристические направления. Вот это, понятно, что это Альфа Центавра, самая, кстати, близкая к нам, по-моему, Звездная Семь, по-моему, 400-го года. Это что у нас? Это волосы Вероники, тоже очень знакомые очертания, многие на небе узнают это созвездие. Лебедь. Лебедь. Валапас. И Луна. Банально, извините, что повесили эту штуку здесь, но тем не менее. Это мытища. Вот реально, какие перспективные направления в ближайшее время будут осваиваться? Что касается туризма, то даже сейчас Роскосмос предлагает, точнее, не Роскосмос, фирмы, связанные с туризмом и с Роскосмосом, предлагают совершить туристический облет Луны. Облет? Да? Без посадок. Да. Просто вокруг Луны, да, и сесть. Это где-то... И сесть? Ну, не на Луну сесть, возвратиться на Землю. Я понял. Возвратиться в очень важную часть туризма. А, и облететь Луну, посмотреть обратную сторону. Стоит это будет безумных каких-то денег, потому что для этого нужно использовать новую ракету, ну, больше 100 миллионов долларов за одно место. 200, может быть, там... И облет Луны. Да. Там трансформеров, посмотрите, с обратной стороны, я видел кино. Ты можешь представить обратную сторону Луны увидеть с космического корабля? Наверное, это интересно. Это круто. А ты представляешь, от Матарии... А как же отели на Луне? Отели тоже появятся, я думаю, что со временем будут. Ну, сначала будет какая-то научная база. Если наладим транспорт людей, будем... Если удастся уменьшить стоимость доставки человека на орбиту и грузов, ну, хотя бы в 10 раз, тогда уже надо будет чувствовать себя свободнее, и можно будет говорить и об отелях на Луне. Ну, уж об отелях на орбите точно, потому что сначала появятся, прежде всего, гостиницы на орбите. Уже сейчас они делаются, сейчас разрабатываются. Но, к сожалению, вот... Что появится? Гостиницы на орбите. Они сейчас уже делаются. А где? Уже есть реальные планы. Американцы разрабатывают. Американцы? Нет, американцы делают. Разрабатывают? Частная фирма. Я сейчас представляю себе Алтай, Заря, Восток. Ну, там... На орбите. Милости проще. Фирма есть такая, Бигелоу, она занимается гостиничным бизнесом в Америке. Достаточно известная фирма. Вот они сейчас разрабатывают такие надувные отели, где люди могут прилететь и наслаждаться видом Земли из космоса, невесомостью. А бассейн будет? Ну, если это надо будет, почему бы нет. Надо будет. Прыгать неудобно. Надо будет всплывать. Неудобно. Прыгал бассейн и завис на сутки. Мне страшно. Я и на Луну не хочу, и в отеле там не буду жить. Ну, сейчас... Насколько это безопасно? Ну, безопасно. Статистики-то нет. Статистика есть. Я не хочу попадать. Статистика космических полетов пилотируемых. Она сейчас... Пилотируемые полеты, ну, можно оценивать так, как вот была гражданская авиация, грубо говоря, где-то на рубеже 50-60-х годов. Такая вот надежность средств доставки. То есть не экстремально опасно, но, тем не менее, сильно уступает по опасности любому средству транспорта, там, из тех, кто сейчас есть. Ну, трудно сказать, но ведь вот людей на самолетах гибнет гораздо меньше, чем, допустим, в железнодорожных катастрофах. То есть катастрофа случается, правда, вот выжить-то можно в железнодорожной катастрофе, а если к самолету пойдет, там шансов нет никаких. Здесь то же самое. Успеть в первых рядах, потому что, когда это все разобьется, опять начнутся вот эти вот пробки, постоянные с мигалками, вот эти мигалки с кораблями, корабли с мигалками. Ну, сейчас ненадолго приверемся, ладно, а потом к нашей беседе вернемся. Мы продолжаем, друзья, у нас сегодня в гостях Игорь Борисович Афанасьев, редактор журнала «Новости космонавтики». Ну вот, если верить Игорь Борисовичу, то новости космонавтики, они вполне себе, так сказать, возбуждают воображение, как в старые добрые 60-е. Помните, когда с космосом связывалось, связывалось столько надев, столько фантастических ожиданий, причем ближайших. И песни тогда появлялись, как там на Марсе будут яблони свести. Строятся отели на орбите, вы знаете, уже предлагаются, ну, есть планы по предложению, так сказать, специальной туристической программы космической по облету Луны с наслаждением видом обратной стороны, Dark Side of the Moon. Ну вот, продолжаем. Значит, волосы Вероники, волопас, лебедь и офисентарм пока нам не грозят. А вот Луна, покажите, пожалуйста, посерединке. Золотое картофель космоса. Вполне себе, да, вполне себе, близкая перспектива. Так, ну, давайте, слушайте, все-таки я предлагаю сейчас, коли уж наш редактор обещал нам сеанс связи по скайпу впервые в истории нашей программы, а может и человечество, нас с неким космическим туристом. Подозрительная история, потому что Игорь Боисович утверждает, что, ну ладно, неважно. Я уже дозвонился. Дозвонился, давайте, давайте сейчас поговорим с космическим туристом, он сейчас на орбите. Иван, Ваня. Да-да-да, слышу вас. Вы слышите меня? Слышим. Да, боюсь, что... А вы космический турист, да, Иван? Да-да-да-да. И сколько дней вы уже на орбите, Ваня? 27, у меня практически не осталось еды, к сожалению, вода еще есть, но питаться приходится одними чизбургерами. Вы проводите какие-нибудь научные эксперименты на орбите? Нет. А цветы кому? Что-что? Цветы кому? Не могу точно сказать. Я думаю, что это его запас еды. Послушайте, а когда вы собираетесь... Когда вы собираетесь вернуться? К сожалению, вернуться я не смогу, поскольку меня послал сюда Ланта Тур, но они обанкротились, как вы знаете, наверное. А, и вы забаррикадировались в отсеке? Ну, скажем, по нужде. Я не могу отсюда. Спасибо. Спасибо. Удачи вам, да. Спасибо, смелый землянин и благородный. Спасибо. Вот ты помнишь ситуацию, которую ты описывал, когда на даче где-нибудь кораблик стартовый, вот когда будут отмечать день рождения, представляешь, компания. Выбили миски вот так на голову. Я хотел же обратиться к нашему редактору, который только что устроился на работу и организовал звонок космическому туристу на орбиту. И сначала хотел сказать, конечно, что это первый и последний день, как сейчас это бывает, работы у нас. А потом вспомнил отмазки, которые клеил Роскосмос относительно Фобос-Грунта, и подумал, что ты работаешь. Ты нужен российской космонавтике. Ты нужен российской космонавтике. Да, слушайте. Ладно, Игорь Борисович, я даже не знаю, на чем закончить. А давайте так вот, знаете, что-нибудь такое красивое и обобщающее. Будет же, наступит же такой момент, когда вот такие сеансы связи с космическими отелями действительно будут вполне себе, так сказать, обычным делом. Игорь Борисович, я думаю, что, ну, если все пойдет так, как сейчас идет, если не будет никаких кризисов, ну, лет 10, наверное, нормально. Ну, максимум 20. Начинаем копить деньги. Вот эти, вот для меня это принципиально. Лет 10 или все-таки максимум 20? Цены растут. Для Ксении, для Андрея, им-то что? Да нет, ну я думаю что. Давайте 10. Давайте. 10 лет, друзья, и это будет реально. Хочешь, мы тебя похороним там, разовьем где-нибудь, можешь написать завещание? Обожаю своих коллег. По-моему, рано. Редкое удовольствие с ними работать в одной программе. Спасибо большое, Игорь Борисович. Спасибо. Игорь Афанасьев был с нами сегодня, редактор журнала «Новости космонавтики».